Что-то ты задумался, Георгий Александрович. Я занимаюсь тем, чем редко занимаюсь. Что? Думаю. Да. У меня было вот множество автомобилей, всяких разных и так далее, и так далее, и так далее. Но вот мое предчувствие, есть у меня чуйка, что он как бы нас начнет какое-то время сейчас, чпок идёт. Субтитры сделал DimaTorzok в Шнурале какой-нибудь, а в Питере Жужика. Ну, сидишь. Просто где чего мало, там того и как бы. Туда я отгрожаю. У нас в Питере, видишь, Жужиков мало осталось, поэтому приходит. Да, скоро. В скором приедет, а? Я не знаю, но вот-вот должен быть. Недельник как три назад закончился дня просто. Насколько можно ещё ждать? Хочешь лимонадику? Нет. Дрожа. Ммм. Ммм. Ты, кстати, прочитал третий том? Второй том Станиславского, работа актёра. Нет, времени не было. Значит, сегодня будем действовать по Мирхольду. А, это как? Ну, если Константин Сергеевич Станиславский говорит, что надо актёра погружать в психологическое состояние, то Мирхольд считает, что если человек поставить раком, он сам поймёт, что он раком стоит. В принципе, есть в этом что-то. А, не хочу раком стоять. И я не хочу. Но если мы запор, понимаешь, не оживим, то нас очень скоро раком поставят наши, так сказать, партнёры. Чёрт побери. Мне сексуальные партнёры. Не нравится. Не нравится, мне тоже не нравится. Поэтому ждём. В группе написали, кто-то видео скинул, чтобы запор проехал. Мясной бор. Ага. Так это рядом. Ну, ладно, подождём. Ждём. До конец. Что ты чувствуешь? Непреодолимая жажда навалить боком. Не-не-не. Не? Ребятушки, вот он, наш автовозик подъезжает. И в нём, на нём вернее, наша голубая устрица. Причём, часть прицепа уже отцепили, видимо, в Москве. Ну да, да где-то скинули тачки. Да, 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 да. Вон наша прелесть, ребята. Да. Да, голубая устрица доехала. Ясно, в ту страну проехала. Да не говори. Ни грамма топлива не потратила. Рекорд, считаю. Рекорд. Да, ну что, давай договариваться заезжать. Давай. Ключи. Посмотри, ключи там. А, там, да. Мешкови не загоняют. Да, да, да. Смотри, смотри, мы приехали вместе с Ауди. Интересно, Ауди откуда? И дай у нас, наверное, я думаю, она вряд ли же ехала из Новосиба. Не, Ауди с Новосиба. А, с Новосиба? Да, они как её подгрузили, так и подгрузили, то есть Ауди оттуда. Чё, пошли? Пойдём сгонять. Субоэвакуатор уже здесь. А, я испачкался. Боевое говно. Здорово. Круэт. Здравствуй, оккультный. Нрайца. Нрайца. Лисапед. Заебали мне парады с ним, блядь. Да, да? Да, что говорят? Где ты его нашёл, блядь? Да как сохранился, блядь? Да что родное, блядь. Как будто и заебали вы, блядь, ёбанка. Не знаю, как он сохранился. Я понял. Сгружи. Да, ещё, ещё. Не понял, тут спокойно можно просто. Руль прямо, всё, прямо, всё. И клиренс-то здоровый. Так сказать, перегон с эвакуатором на эвакуатор. Ну, вот и ништяк. Да, пойдёт? Да, отлично. Более чем. Более чем. Дорога помотала, да? Да помотала, да, дорога. А где ключи-то, Таня? Не знаю. Не, девушка. В общем, Жужик приехал. Он отправляется с субо-эвакуатором не на ралли, а прямиком в автосферу. Георгий Саныч завёл БМВ, а это значит, что мне пора бежать, садиться в тепло, потому что у нас здесь прям дичь. Холодно и ветер жёстко. А, кстати, вот дорога, там вот очень сейчас всё быстро начнёт корроризировать из-за влажности, холода, вот этих всех движух. Слушай, надо его сейчас в тепло, да, его сходу в тепло отогреть, обогреть. И надо какое-нибудь ведро мавиль, там, или чё купить, просто ведро. Всё залить. Да, потому что реально там подарками металл голый, ну, места есть. Да, да, я видел, согласен. Какой у нас, господи, какой год-то, 84-й? 84-й год. С 84-го года, у-у-у, металл голый. Терпел, терпел, терпел металл долго, очень долго терпел. Смотри, смотри, глаза такие, охреневшие. Да, 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 такие, два огромных. Я в Питере. Да, где я, почему меня привезли, и почему у меня в жопе мотор? Ну, в жопе-то у него с рождения мотор. Ну, поэтому и глаза такие. Смотри, голубая утрижка. А он сейчас в шоке от того, что... Нет, ну ты посмотри, какая красота. Их едет, шевелит глазами своими. Сейчас приедем Алексею Михайловичу. Вот реакция Алексея Михайловича, на мой взгляд, она будет вообще самая интересная. Потому что он с того жужика поплыл. Мутный вообще влюбился в тот жужик. Сейчас они увидят этот и кончат. Я просто хочу сказать, ребят, знаете, что вот объединяет, вот, в частности, меня Алексей Михайлович. Мы вообще просто при виде вот такого старого ржавого ведра начинаем колоссально нравственно на него фапать. Да, да. Это я прям со стопроцентной гарантией. И мы даже этот жужик будем облизывать вообще больше, чем Антипыча и больше, чем Рудика. Сто пудово. Это же, это же игрушка. Это же игрушка, понимаешь? Это большой для угостения. Да, да, мальчики выросли и игрушки тоже выросли. Это моя первая машина, Тарас Сергеевич. Это первая машина, за руль которой я садился, я на ней ехал. И я даже не мог себе представить, что есть автомобили лучше. Для меня это был шедевр инженерного настроения. А сейчас как бы мы с тобой едем на X5, и я могу посмотреть в камеру и сказать, BMW говно, понимаете? Ты представляешь? А временем-то прошло всего ничего, всего ничего. С того момента, как я ездил вот на таком вот автомобиле. Все течет, все меняется. А теперь мне даже языком не поворачивается этот жужик автомобилем назвать, реально. Ну, это уже МБО, гостиния, конструктор. Да. У меня, кстати, тоже такой был. Поздравляю. Только недолго. Ну, что ты с ним сделал? Слушай, мы его купили за... Сколько? За 3000 рублей у соседа. Три раза его завели, пять раз потолкали, и потом я его просто отдал другу. Сказал, это тебе. В то время, когда я, так сказать... Ну, он был четкий, тонированный был. Четкий. Ты что? Все. Прямо там красиво. Это знаешь, о чем нет речи? Речь идет о том, что почему до наших дней такое количество автомобилей не сохранилось. Потому что, когда вот наступило ваше время, вашего поколения, они все стали тонироваться, выгоняться из гаражей и в деревья тараниться. Крыши срезаться, это же круто, давайте изуродуем автомобиль. А в мое время не было лучше, это считалось, ну, круто, понимаешь? Для простого человека. Волга вообще было просто, это космос какой-то. Жига приподнятый, чувак. Да какой приподнятый, нормальный такой. Волга недосягаемая, а Жужик москвич. Мало таких осталось. А были вы говно? Цвет такой уж тоже. А Митсумиси это безнадежно. В крайней степени. Да, М цвет, 968. М цвет, М пакет, там все дела, черный салон, все как положено, М-ка. И знаешь, что мне нравится? С 84-го года зеркало не спиздили. Ничего не говори. Так а что тут скажешь? А я тебя хочу послушать как раз таки. Голубая устрица? Да. Добралась. 3,800, понимаешь, на перекладных. Что скажет Травниковым? Это печаль. Повыше? Повыше, да. Не хотелось бы прямо на въезде крышу-то уфигачить. Ну красота, правда? Что, посмотрим? О, понимаешь, опытный запаровод. Я только эксплуатировал в боевом режиме такие моторы на багги. Они недолго жили всегда. Но там в районе 80 конников с них снимали. Это не багги. Это игрушка. Я на такой игру не ездил. Она не будет ни на гаде, ни на багги. Что-то ты задумался, Георгий Александрович. Я занимаюсь тем, чем редко занимаюсь. Что? Думаю. Думаешь? Да, я думаю, что все-таки нам сейчас придется с ним горе хапнуть. По поводу, так отличная жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Это не сток? Это не сток. Вот эти два глушителя, видишь, они на разной высоте. Надо будет нам где-то нахомячить стоковый выхлоп. О! Вован. Санчасть. О! И бить. Вот там и выхлоп будет. Донаты. Донаты, да. В общем... Я не знаю. Мобильная краска, ё-моё. А зачем? Ну, чтобы не сгнил. Это новый этот самый крышка капотом. Я не знаю, как ее назвать все время на жужихе, это непонятно. Капота-багажник. Капота-багажник, да. Короче, у нас теперь подписчики все привозят на жужих. Спасибо огромное, пацаны. Вообще, респект и уважение. Вот это приятно радует, представляешь? Привезли заднюю панель. А у нас же все хорошо с ним. У нас не все хорошо, у нас с другими нюансами все очень плохо. Во-первых, я очень был сильно удивлен и дико расстроен. Жужик ехал на автовозе. Да. По дорогам он не ездил. Нет. Ну, и почему-то замечательная советская краска с него просто начала хлопьями отваливаться. Я не понимаю, что происходит. Видишь, смотри, вот здесь вот. Опа, отвалилась. Нахрен, блин. Здесь, короче, отвалилась. Вот она. Есть предположение, что мужик на фуре ехал так быстро, как не ездит этот жужик в принципе. И по его тактико-техническим характеристикам, но недопустима такая скорость для движения даже не на колесах своих. Предположение интересное, но дюжа неверное. Мне просто кажется, что я не знаю, что это питерская погода или что, потому что жужик в оригинальной краске. В общем, нам надо очень быстро, очень быстро начать бороться с этой чертовой коррозией, весело обработать, в тепле держать и сразу его нахрен куда-нибудь в теплые края. И странно, невозможно просто, Тарас Сергеевич. Просто, я не знаю. Когда такой автомобиль сжареет на то видео жарко, это, конечно, очень обидненько. Это знаешь, как этот самый, как Волгарь с Ростова приехал из тепла, в Питере постоял чуть-чуть и, короче, понеслась. Ну, это... Кстати, этот самый, шпилька сломана. Но это все фигня. По счастью, у нас есть донор. Да. И можно взять ступицу, если что, оттуда. Да, ну, мы, что-то оттуда дохрена, что возьмем. Да? Да. Ну, во-первых, смотри, нам нужно клыки все поменять. Клыки, да, собаки. Ну, не все, но преимущественно, потому что... Бедний, задний. Этот грызли. Далее, как бы, я нашел, почему-то раньше не замечал стекло. А, кто-то куснул, чем-то приезжали. Пацанули. Значит, вот это все, соответственно, этот ковролин тюнинговый вырываем. Берем с того, с того ставим. Меняем торпедоз. Торпедоз? Торпедоз, да. Что с этим? Это треснут. А, понял. Спасибо, Сане, агентство недвижимости Life, за то, что у нас есть донорский запор. Так. Что еще? Что еще? Да до хрена всего. И есть еще один нюанс, он меня очень дико дюже расстраивает. Весь жужик по периметру небольших вмятинов. Ну, года. Не года. Это обстоятельства. Ага. Поэтому нам единственное, что может помочь, это в управлении вмятин без покраски. Если кто-то пацаны знает, где хорошо без покраски управлять, давайте, потому что красить его не вариант. Не рекомендуйте. Да, если мы его покрасим, он уже будет не таким жужиком, каким мы его хотим видеть. Это очень важно. Дюжа, что у нас здесь? А, здесь такие же пироги. Вон, знаешь, все. Хлопья. Да, видишь, он металл, металл и советская краска с него отваливается. Здесь то же самое. Ничто не хочет. Так, поворотник. Этот такого цвета, тот поворотник другого цвета. Стасямба. Позвольте, пожалуйста. Ну да, этот посвежее. По рыжее, да. Это постарее. Паван, на БМВ-то помните, какой у вас вал? А тут розочкой просто раскрывается. Да, да, да. А, помимо прочего. Это травма безопасная. Нам надо еще все защиты поставить, установить. Не, не, не. Двигатель, поддон. Да, двигатель. Вот это сейчас. Мне бы достань. Что у вас, Тасямба? Какой люфтец. Люфтец, ничего страшного. У нас второй донор есть. Это мы изобретем. Там дофига что делать. Значит, цепи, чурка. Вот этот ГТЦ, чертов, цена немалая. Что за датчики? Хрен его знает. Вот, я не знаю. Почему изобретать придется? Вот, на нем стоит два датчика. Датчика давления на главном тормозном цилиндре. На жужики два, падла, два. Сейчас многие, наверное, скажут, что лягушка не от хренушки, пацаны. Лягушка, вот она. Стоп-сигнальная. Какие-то датчики чего-то. Ну, чего-чего. Датчики, естественно, что, датчик тормозов. А лягушка одна может идти на два этих, на два, допустим, на стопаки? И у нас же еще торпеда загорается, лампочка. Это одна лягушка выполняет эту функцию? Нет, это, скорее всего, вот эти датчики. А, то есть и тут, и там. Нет, лягушка тут тупо на стопаки, а на лампочку, на торпедосе это датчики. А, понял. Что еще? Вмятины, значит, и здесь надо все по стоку соскидать. Вообще, просто по красоте, по стоку. Двигатель скидывать будем? Я не знаю, мы посмотрим. Мы посмотрим на выбег сцепления. На выжим, что как. И надо будет. А по ощущениям, когда ты в Новосибе на нем ездил, как сцепуха? По ощущениям, мы будем снимать двигатель. А, прикольно. Да. Значит, здесь тоже надо вернуться в сток, потому что здесь много чего не хватает. Так. Да, да, будем изобретать жужик заново. Ну, вот видишь, смотри, вот краска, вот железо. Ну да. Все нахрен мобилем, фигелем, самым дорогим на планете Земля. Все это должно быть залито. Самым качественным на планете Земля, я его сказал, в первую очередь. А потом мы уже будем думать о ценах. Но дешевая хорошим не бывает, как правило. Базаришь. Базаришь. Так, что еще меня интересует? Там меня интересует этот самый. Кого? Крышка, я не знаю, как, блин, капота, багажника. А, в смысле? Ребята, напишите в комментариях, как правильно, крышка, вот это что? Это крышка багажника, а там капот задний или что, или как? Не, просто хотелось бы узнать не чье-то, не чье-то просто, точку зрения, а как это правильно должно быть. Так. Не имеет технический. Не закрывается. Падла. Но, слава богу, это жужик. Там здесь этот штифт, там на резьбе и там гайка. А, нифига себе. Нанотехнологии в действии. Да уж. Так, еще колеса. Колеса. Колеса, колеса. У нас есть одна запаска и два новых колеса. То есть формально мы можем поменять, у нас будет их три. Не хватает еще одного. А колеса-то здесь узенькие, маленькие. А какие ты будешь, хочешь поставить? А, закрыл? Да. А, прикольно. Колеса стола? Нет, я имею в виду вот такие, или как там протектор. Вот тут протектор, он как-то посовременнее выглядит, чем вот этот. Вот эти, конечно. Вот эти, да? Да, как на запаске. А, все, я тебя понял, услышал, принял, осознал. Жужик, живи. Да. Ну, это ночью в автосфере. Да, как всегда. Медленно, долго, облизывая каждый болтик. Меня в мяснике беспокоит. Короче, в принципе, по технической стороне вопрос, по механике. Там ковры, стекла, ну, блядь, ни о чем. Не, ну, это да. Меня беспокоит кузовня. Кузовня. Антикор. Антикор. И вмятинки. Очень беспокоит. Исправим. Да, беда. Ну, ладно. Где наша не пропадала, сказала наша, и не пропала. Да, 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 задумался, задумался. Я же говорю, сегодня я занимаюсь несвойственным себе делом. Ту мою. Обычно мы же как? Делаем. Делаем. А потом думаем. Ну, как с Жужиком. С каким Жужиком? Нет, с этим нет. С этим мы сначала думаем, потом делаем. Потому что по-другому никак. Мы на самолете сначала делаем, потом думаем. Это-то да. Ну, он нас вон куда... Давайте поставим самый большой дизельный мотор. Пацаны, он не влезет. А давайте купим еще один грузовик, сделаем Bigfoot. Вот это вот наша гениальная мысль привела нас туда, где мы сейчас есть. Вот, да. Но здесь давайте все-таки будем действовать иначе. Иначе, иначе. А завод ЗАЗ вообще существует как таковой сейчас физически вообще? ЗАЗ шанс. Видел? Шанс дают тебе. ЗАЗ последний. А. Не выпускает Юрий Александрович. Ну, вот расскажите человеку, блин, у которого был забороженец, но я почему-то не знаю, где я масляный фильтр. В шкиву коленчатого вала. Ага. А если бы он у тебя был долго и ты делал на нем тло, ты бы знал. Сейчас, сейчас, дрифт команда краба сейчас, смотри, изобретай. Да-да. Он не верит. Ты веришь, Тасямба? Я верю, но я не в курсе. Вованыч, не изобретай, не сходи с ума. Там не фильтр, ну там центрифуга. И в мануале написано следующее. Шкив коленчатого вала вращается, все говно мира, короче, все частицы раскидывают по стенкам. И время от времени ты разбираешь шкив коленчатого вала, там еще такое уплотнение, достаешь оттуда, все моешь, собираешь все обратно и радуешься. Владению. Тебе шанс дали? Да. Я бы не нашел бы. Да я сам бы не нашел, если бы не мануала. Короче, да. В натуре голубая устрица. Тебе хочется тут не цевать? Нет, выебит ананас. А-а-а. Опять? Да. Да. Лютая штука. Так. Ну здесь, да? Вот оно. Вот о чем я говорил, когда говорил в управлении вмятин без покраски. Что? А, как... Ну да, 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 да. Не можем мы его красить. Тогда это будет ведь снова толтаймер кар. Так, что еще это? Это что за пипки? А это просто... О, Господи. А это что такое? Что? Какие-то хоботы. Или что это? Да, какие-то трубочки тут. Не знаю, что это правда, не знаю. А какого характера тормозного трубочки? Слушай, нет, какого-то вообще... Человеку, так сказать, из 21 века тяжело будет понять, нахрен эти трубочки здесь торчат. Но выглядит столько. Сразу хочу сказать, на слив конденсатор с кондиционера не очень похоже. О, баланс белую, вернись. Сейчас вернется. О, вернулся. А это я не в курсе. Да, я правильно. Тебе это не надо. Так, педали. Ну ладно, что-нибудь будем изобретать. Работают? Часы идут, да? Да? Да. Опять же, нефтяк. Радость. Одни плюс. Только радость, я что-то не вижу. Думаешь, потому что я пора. Ну, знаешь, как говоришь, тяжело. Вкупчено, лихо в Швейцаре. Да? А, цель. Я думаю, что на этой оптимистической ноте, друзья, мы сейчас поступим следующим образом. А что мы сделаем? Поставим лайк, напишем комментарий, подпишемся на канал, поставим колокольчик. Я вроде бы все перечислил, ничего не забыл. Ничего не забыл, да. Сейчас мы пойдем, наверное, снимем финальный аккорд, потому что есть мне что-то сказать в финале. И не далее, как tomorrow, maybe after day, будем изобретать жужика. Нам придется их загнать оба. Все описать, разбирать, переставлять. Короче, приключения, на самом деле, если их делать хорошо, качественно, быстро не получится. А надо быстро. Ой, дневники перекупа. Ладно, давайте снимем финалочку. Сука. Привет, банда! Я понял, да. Не сняли финалочку. А что, уже все, что ли? Ну, в общем, мы хотели финишировать, но так или иначе. Я пришел вовремя, да? Да, 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 да! Знакомься. Голубая устрица, фантомас. Фантомас, голубая устрица. Прям эротический триллер какой-то. Уберите голубую устрицу. Да, оставьте фантомас. Оставьте фантомас. Нет, давайте наоборот. Куда ее теперь уже все? Куда ее? О, все, Алексей Михайлович уже все, кругами ходит вокруг нее. Чем тот? Духонный денег стоит с транспортировкой космос. А он хоть заводится? Да, да, должен заводиться, конечно. Да. Тихой. Ну, в Новосибирске заводился. Сейчас тяжело сказать. Так это хило 3800. Нейтраль поставь, блин. Что происходит? Ключи есть. Ключи есть, да. Да, даже родные. Короче. Голубая устрица. Сотка работает. Тебе идет. Нет, даже не нота, как в том. Реально, вот идет к тебе и мутному. Вам надо по-запору. Тот без BMW, ты без Infiniti. У всех, что было по-запору. Пантомар, слушай, мы сейчас умрем нахрен. От чего? От экологии. Запах. Чувствуете? Запах детства. Запах детства, да. Мештяк. Алексей Михайлович, я тебе уверяю, мы в ближайшую неделю в такое детство окунемся, в такой запах. Это да. И запах не автомобиля будет. У нас появилась игрушка. Да, да, да. И мы когда на эвакуаторе ее везли, я тоже думал, что у нас появилась игрушка. А теперь нет, это не мы с ней будем играть, это она будет с нами играть. Да. У меня было вот множество автомобилей, всяких разных и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот мое предчувствие, если у меня чуйка, что он как бы нас начнет какое-то время сейчас, чпок идет вообще. Как там было в песенке? Куда уходит детство, в какие города? В СПБ все детство. Мы нашли. Ты что приехал-то? Как что? В гости. Сломалось что? Масло надо. Просто так? А есть? Конечно есть. Пошли. Гости шарманку пошли. Гости шарманку пошли. Ну что, ребят, давайте это сделаем. Ну что, финальные кадры. Сейчас вот Алексей Михайловичем место занял лысый друг наш. Махнемся? Да, пожалуйста. Значит, что хочу сказать в финале. У нас есть... А что он делал? Лохматил бабушку. Гонял лысого. По землезоне. Все же взрослые люди. Все же взрослые люди. И бензии. И вот ума хватило, Запорожец назвать голубая устрица. Понимаешь? Это ну жесть. Та-та-ра-та-ра-та. Нет, сначала ума хватило. А что ты, Та-та-ра-та? У тебя двое детей сначала ума хватило купить. Хрен знает где. Да. А-а-а. Да. А потом назвать голубая устрица. Господа. Я что хочу сказать? Я предвкушаю. На самом деле нам придется разобрать два запорожца. Из двух собрать один. По одной простой причине. Что есть, ну, кое-какие позиции, которые не совсем стока. Должно быть совсем стока. Просто орига, чтобы было с завода. Из остальных проблем. Нет одного колеса, значит, не хватает стокового глушителя. Потому что на сороковке должна быть одна труба, а не две. Стопудово прям зубы. Надо поменять торпеду. Перекинуть коврики. Заменить стекло. Значит, выпрямить вмятины. Без покраски. Потому что их дофига по кузову. Есть еще одна маленькая трудность, как говорил Скарлетт, о которой я подумаю завтра. Нам надо будет перенастроить сжигание, потому что там, где окажется эта голубая устрица, нету 80-го бензина. И карбюратор. И даже 92-го. И карбюратор. И карбюратор, да. Поменяем стекло. Какая волшебная сторона, да? Да. Не 80-го, не 92-го. Да. Бензина вообще нет? Может, ты пред... Там люди на космических кораблях подулетают уже. Походу в Африку, что ли, погоните? В Африку тебя надо отогнать, понимаешь? А там тепло. За своего сойдешь, понимаешь? Будешь бегать... Поподкрасить надо. Поверь, солнышко подкрасит. Будешь вождем. Мы не дадим тебе бусы из гаек. Будешь всех разводить. Ездить назад, проговорить. Я ваш вождь. Это моя колесница. Вождь краснокожая. Ладно, что-то мы забазарились. Значит, ребята, не сегодня. С новыми силами все отмоем. Антикор. Найдем, кто вмятины без покраски выпрямляет. Ребил там, что по подвеске. Туда-сюда рулевое управление. В общем, все будем делать. Я надеюсь, мотор не будем снимать. Хотя, что я себя обманываю, скорее всего, буду. Обязательно подписывайтесь на канал. Я бы на вашем месте не пропустил этот паноптику. В количестве... Ну, сейчас нас 4. Вполне возможно, что кто-то может прибавиться. Всем мир добра, удачи. Гараж54, привет. Эгей. Подписывайтесь на канал. Да все. Пока. До новых встреч. Удачи, ребята. Гараж Туз тоже. Привет. Привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok